Для меня это самая большая честь для меня, это значит не напрасно я приехал и послужил вам, поэтому трудясь, тем более миссия такая, она не конфессиональная, не динаминационная. Я думаю будущее вот за такими миссиями как раз. Будущее христианство оно не за конфессионализмом, не за изоляционизмом, а за открытым служением. Я служу конечно в школах и таких бываю, конфессиональных, строго таких динаминационных школах. Это тоже бывает, да. Но всегда вот, скажем, больше для меня удовольствия, удовлетворения внутри от того, что вот школы есть такие, где учатся верующие с разной церкви, именно с разной. Но я получу больше удовольствия, чтобы видеть в школах, где люди из разных динаминаций могут быть в университете и начинать вместе. Да, да. Давайте помолимся. Давайте помолимся. У меня у Сергея и Сергея работают переводить. Да, да, да. Чтобы мы соблюли все. Чтобы все, чтобы все, чтобы быть, как бы, струкзанно правильным. Да, да, да. Отец сказал. Да, да, да. Да, да, да. Бобби 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 боббб outstanding. Спасибо. Бобби 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 бомб, бобби бобби бyst. Бобби 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 б Carълг 20 enterered ignаимовляч nosperih старелевленной找ольфии reform' areсябили бобби бформр. Lord God, we just invite you right now. In your name, Amen. Красиво. Это красиво. А английский плохо понимает, но красиво это мра-мра-мра. Звучит так. Мне нравится очень. Самый добр очень нравится. Это мра-мра. Можина тоже очень часто говорится. Вы понимаете, но это мра-мра-мра-мра-мра звучит так ловко, и красиво, и мелодично. Моя жизнь мне говорит о том же. А представьте, на небесах как будет, а? Вау-вау, шеп-ше там. И на небесах, вот действительно, все вместе славим Бога, представляете, а? Вау. Вот с каждого народа, слава народов, она будет вся на небесах. Я просто верю, что в never-jeхах в целом. И даже наши народы, которые там языки такие, что ... Все вместе будем славить Бога. Вы классные. Даже не хочется о плохом, хочется о хорошем говорить. Я не хочу говорить о плохом. Я просто хочу говорить о хорошем. Будем сочетать и то и другое. Просто я хочу продолжить говорить о некоторых процессах смешания христианства и язычества. Для того, чтобы помогать людям выходить из этих заблуждений. Для того, чтобы помогать людям выходить из этих заблуждений. В этом цель, собственно, наша. Это наша цель. И очень я порадовался, услышав, что вы молитесь за православие и за людей православных. Знаете, в 96 году, когда я вышел из традиционного православия, я хотел стать протестантом. И я и моя жена, мы хотели стать протестантами. Но к тому времени, к моменту нашего выхода, я уже общался с разными очень протестантами. И поэтому я понимал, что если сейчас я к этим ревну, то с теми уже особо не пообщаешься. Потому что я поняла, что это может создать разницу между мной и ортодокскими людьми. Потому что если я учусь протестантами, то там будет разница. И я не смогу вернуться и быть в отношении и в хорошем контакте с этой частью людей. А я хотел общаться со всеми. But I wanted to communicate with all of them. И у меня друзья появились в католической церкви. Священники. I made friends with Catholic priests also. Один из них миссионер, словацкий священник Йозеф Гунчага стал моим другом тогда как раз. Вот, и в том же самом 1996 году я осознал, что нет, мое служение, оно... Но нет смысла, не увидел я смысла менять конфессию, деноминацию. И одно из откровений как раз было в то время о моем служении. И о реформации православства. Я видел во сне смерть одного священника. In my night dream, I saw the death of one priest. Которого я хорошо знал. Это был очень плохой священник. Неверующий. Дело в том, что есть разные священники. Видите, что есть разные священники. Видите, ребята? Есть разные цветы, есть разные священники. Вот, и от шкалы, значит, если по шкале, значит, от самых хороших до самых плохих, он был в чисте самых плохих. Он вел аморальный, крайне аморальный образ жизни. Не скрывает даже этого. Он был аморальный. Он был аморальный. И даже не скрывал его. Так что люди знали, что он делал очень аморальные вещи. Он общался с бандитами и сам был бандитом. Он был аморальный. На его совести было много очень убийств. Будучи священником, он вел себя крайне аморально. И педофилия, и гомосексуализм, и пьянство, разгул. Такой, что даже старые коммунисты, там, мэр города того, старые коммунисты, я был у него, этого мэра в кабинете, он сказал, мы, старые коммунисты, мы краснеем даже. Даже нам, мы всякое видели, но такого мы не видели. Педофилия, и... Хомосексуализм. И еще и другие, такие, как, сексуальные интеркорсы, которые были так непросто и так ужасны. И даже люди, из пост-коммунистской авторитетии, когда они пришли к нему, они сказали официально, что даже мы, коммунисты, люди из авторитетии, когда мы слышим, что вы делаете, мы чувствуем, что вы делаете. Мы рады, потому что вы делаете. Больше того, даже перед людьми, некоторыми моими прихожанами, он сказал, какой Бог, вы видели этого Бога, покажите мне, я поверю в него. То есть, он даже при людях отрицал даже, при свидетелях отрицал даже Бога. Но был священник, он служил правильно. В том числе, что он был прихожанником. Даже в моей церкви, он говорил, что, как вы говорите, что вы об этом говорите? Вы видели этого Бога? Если я не верю в любого Бога, то показывайте это мне. То есть, он не верю в любого Бога, когда он был прихожанником. Проблема еще была в том, что он был моим непосредственным начальником. Он был старшим благочином над несколькими районами. А, кстати, это очень сильно послужило толчком для моего выхода из православия традиционного. По-моему, это просто не мог терпеть меня. Потому что я уже не мог стоять. Я уже не мог стоять. Хуже него я знал только еще одного священника. Который был моим тезкой, тоже отец Сергий. Моего возраста. Его имя был отец Сергий. Он был от моего возраста. Жена его занималась белой магией. Убухатывала яйца, выливала гостин. Заговаривала. Убухатывала яйца. Это означает, что она была в отношении культу. Например, выливая огонь вокруг людей. Из шилета, из шилета, из шилета. Ну, там много обычаев всяких. Выливала гостин. Там, ворожила, гадала. Даже в газете о библине были. И я сомневаюсь. Она делала различные типы магические вещи. И даже в книжке было сообщено, что она помогает людям. Такой типой магии. Я это посчитал позором. Я приехал к священнику к этому поговорить. Почему его жена практикует это все вот так, ну, прилюдно позорится? Я считала это ужасно. И я приехала к этому священнику. И спросила, почему его жена так делает. И это ужасно. Это ужасно. И она не должна делать это, потому что они священники. Но по ходу разговора, общения, я узнал страшные вещи. Но в конкурсе я узнал страшные вещи. Потом другие священники мне подтвердили его слова. Что это на самом деле все. Это не шутка была. Тот священник заявил мне, что он служит сатане непосредственно. И даже один из священников заявил, что они убивают животных. И даже вроде как ребенка какого-то убили, принесли в жертву. То есть черная месса. Священники, которые занимаются черной магией и черной мессой. Вот даже такого видел я. Я бы не поверил сам бы, если бы сам лично не общался с этим священником. И другие священники не подтвердили бы этой области, Рязанской области. Это было Рязанской области в России. И это было место, где эти священники сказали, что они дали животных. как сокращение. И когда они даже убили ребенка. И я не верю, что это такое плохое, если другие священники не подтвердили это. Но они так сделали. Я видел разных плохих священников, но это был самый плохой, который я в жизни вообще встречал. Почему я это рассказываю сейчас? Я не люблю об этом говорить, но я люблю говорить о том, что видел во сне я. во сне я видел смерть священника. Помните, как в Библии говорится, что на небесах радость об одном грешнике кающемся. Там я видел другую сторону медали, обратную сторону медали. Что на небесах скорбь и плач, именно ливень и слез за одну душу, умершую без покаяния, ушедшую с этой земли без покаяния. Хотя это душа священника и он был возле нашего священника. Я видел солнце, я видел, что весь небес был плачен с солнцем. И это был такой большой сон, это был такой большой слез и груст. И умершую боль, который не отвергал. И это был душа этого священника. И я во сне понимал, что я лишь часть этой боли, небольшую часть совсем этой боли чувствую. Но было нестерпимо больно. И во сне понимал, что я также переживаю внутри себя. Я чувствую эту часть, и я беру эту часть слезы, боли и слезы. Но это был такой большой слез. И умершу очень много внутри меня. Сердце отца просто разрывалось от боли за то, что человек этот он ушел, не познав его любви. Хотя у него все шансы были. Я проснулся от того, что просто захлебывался от слез, просто захлебывался и я ни о чем другом не мог молиться пару дней только лишь на нем. Я проснулся с такими словами, я даже говорил Богу, прямо пробуждаясь, говорил ему, что даже меня забудь, а его спаси, пожалуйста. Я не мог терпеть этой боли просто. Я просто, ты знаешь, это был такой большой болезненький, что я даже не мог остановиться. Это был такой болезненный болезненький. Так что, когда я улыбалась, я помню, что я улыбалась с такими словами, «Окей, забудь про меня, Бога, но, пожалуйста, спаси его». Я просто проснулся от него, что я не мог понять несколько мест Писаний, и одно из них как раз Кремленам Павел пишет, когда я готов быть отлученным от Христа, забрать их моих родных, мне по плоти, то есть израильтянам. Я считал это преувеличением, что я внутри не соглашался с этими словами никогда Павловыми раньше. Но в этом моменте я не мог не понимать некоторые письма из Библии, которые смотрели, что мне было бы лучше. Например, один письма, в Романске, Павел сказал, «Я лучше бы быть forgotten от вас, Бога, для того, чтобы эти люди быть спасены». Пожалуйста, забудьте о меня, но пожалуйста, спасайте их. Не, 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 извините, я хотел бы быть спасена от Бога, для того, чтобы они спасены. И теперь я понял, что я начинала понимать эту письма, и посмотреть на другую сторону. После того сна я стал понимать, что Павел здесь не преувеличил ничего. Просто он прочувствовал любовь отца, любовь Бога. С того времени я молюсь за священников. С того времени я молюсь за священников. И хотя я знаю много плохого, но я люблю их и просто благоставляю. Уже много раз хотели убить меня, они прислали бандитов. Всякое было, заказывали меня. Приезжали с оружием ко мне. В России. В Украине гораздо проще. В чем-то проще. В чем-то проще. В чем-то проще. В Украине. в Украине. В Украине. Мы снижали Грибин. В Крыму. В Украине? Да. Моя в Крыму. В Украине. В Украине. В Украине? Нет. А в Крыму. В Крым. Что это было? В Спании, в медиа-рекциях, они были... Инквизиция. 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 Есть слово такое, да. Учается, да. Инквизиция. Да, все есть. Вот, значит, и этот дух инквизиция давно мучает церковь. Это хроническое заболевание тела Христова. Еще даже до рождения церкви, как бы еще внутриутробно, в зародыше, уже были различаемы вот эти заболевания. Луки, помните 9 глава? А с 51 стиха, там дальше? Начали с 51 стиха и так далее. Это дух инквизиции. Это дух инквизиции. Ага. Потому что эти апостолы говорили, давай мы помолимся, Иисус сейчас садет огонь и убьем этого. Просто потому что апостол говорит, Иисус, дайте нас прей, и огонь, 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 и огонь. Он тебе огонь. Вы представляете? Это как, что враги уничтожили... Какая жаль, какая жаль, как враги уничтожили, что враги уничтожили национальное домо. Да, вот мы просто говорили. Можно я спросить? Да, есть вопрос от Раве. Вас штрафовали в России по закону Яровой. А, было дело, да. Скажите, несколько лет назад, да. Насколько этот закон мешает реформации и очень мешает свободе? В России как такового закона нету. Там беззаконие. Филипотчик, филипотчик, помилуйте. Повторяю сейчас запитание. Штрафовали по закону Яровой. Вы выгибли феналтии. Вы выгибли феналтии? Вы выгибли феналтии? Вы выгибли феналтии? Я тоже считал вчера. Да, вы прочитали тоже? Вы поспорили? О, там пишут такие вещи, я сам в шоке. Порой, если я такой, прочитать, то... Вы выгибли феналтии, потому что вы должны платить. Хорошо? То есть, в России мы выгибли законы. Яровой? Яровой, это фамилия. Ярова, да, это фамилия. Это закон Путина, не Яровой. Просто Ярова это имя, которое используется для обозначения этого закона. Это закон Путина, это не закон Ярова. Потому что Ярова была официально только названа человеком, который производил это закон. Но, по-моему, Путин находится в стороне. Вы сказали, что в стране, в России, не на законе есть законы? Да, законы нет, есть беззаконные, да. У законы не беззаконные. У законы не беззаконные. Мамочка. И по закону Яровой я был прав. Закон по моей стороне. Абсолютно. Адвокаты однозначно говорили 100% по закону я прав. У меня документы, регистрация, аренда помещения, аренда организации, всего-всего-всего. Все администрации сказали, что я абсолютно права. И что закон находится на моем стороне. Потому что я держала все законы. И я была руководителем. И все документы. Они были на моем стороне. Я получила конфирмирование и свидетельства в каждом месте, в котором я была руководителем. Судья, которая читала приговор. Беззаконный приговор. Я смотрел на нее. Мне было ее очень жалко. Я смотрел на нее. Я смотрел на нее. И я чувствовала, что эта женщина умная и добрая женщина. Но она была несчастлива. Она даже глаза не поднимала. И тихим голосом говорила. Понимала, что она совершает беззаконие. То, что ей сказали делать. Я думаю, что эта женщина была очень хорошей и очень хорошей. Но она смотрела и читала. Она должна читать. Она должна читать. Она была читать. И она была сомневана. Она чувствовала себя в шуме или в университете. И она даже не могла разобрать глаза. Она была просто читать. И она даже не могла говорить очень четко и громко. Она была мотерой. То есть законы не работают фактически в России сейчас. А работают лишь отдельные указания сверху по телефону и распоряжения властей. В ручном режиме работают все. Это очень серьезный кризис. Я молюсь о реформации сейчас в России. Я понимаю, что уже после убийства Бориса Немцова надежды никакой сейчас в России чисто политической нет. Но есть духовная надежда. Есть надежда на покаяние, возрождение и пробуждение духовное. И я понимаю, что после убийства Бориса Немцова, Немцова, Немцова не было ни бюджетника, в политиках стадиола. Да, да, вот именно последняя надежда сейчас реально на духовное пробуждение сейчас, реально на духовное пробуждение. И да, я, честно говоря, такой стресс пережил, впервые в жизни был в суде. И был в качестве подсудимого. Впечатление не очень. На протяжении последних пяти лет я много раз уже в России подвергался и арестом, обыском. Ну, дальше. В последние пять лет я много разрушила, я много разрушила, и все мои позиции были проверены. И, да, когда люди приходят, они уходят, и они могут делать что-то, они могут искать что-то, что они хотят. Он был разрушил. 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 Р recovery. Разрушил. 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 Многочасовые допросы устраивают с угрозами подросить наркотики, как нерелигиозного человека за наркотики, за что-то еще. Это уже постоянно происходит. Многие часы вопросов, и многие страдания. Они просто страдали, чтобы брать наркотики и проявить, что это было у меня, или что наркотики и что-то задрошено. Посадить наркотики не за... Потом не отближешься и не отправляешься. Четыре года назад местные священнослужители заплатили деньги одному человеку, который тоже был меня убить за деньги. Последний раз, ну, четыре года назад было. Я об этом узнал случайно. От двух братьев-писятников, которые были раньше тоже криминальными людьми. Вот, и они рассказали эту историю, что тот человек за мной следил несколько дней, потом решил меня не убивать. Одна из причин была, потому что он узнал, что, оказывается, он за деньги уже убивал не раз уже. Эти священники уже заказывали ему некоторых людей, он уже делал это не раз уже. Но он узнал, что эти же священники заказали его же самого другому человеку, другим людям. То есть он должен был меня убить, а его, в свою очередь, уже как исполнившую свое, мамор сделал свое дело, должны были тоже убить. Но в том числе, он не сделал этого. В то время он узнал, что он был признателен, чтобы убить его тоже. В начале он должен убить меня, а потом, чтобы обрабатывать степи и свидетельства, они платили другому человеку, чтобы убить его снипером. Каким, кто должен убить меня. И в то время он узнал, что это было двумя признателен, он решил, чтобы не убить меня. Дело в том, что многие, именно не простые священники сельские, а такие высокопоставленные священники в России, православные, они являются офицерами, старшими офицерами КГБ, значит, ну сейчас ФСБ называть. Ну, в принципе, это хрен резки не слажет. Хорошо. Слушай, что это послушай, попросил вас. Раньше! В empty средствах, ослабить мне права. Нет, я не говорю о местной, но они, как православные, которые были Dove, чтобы послали больших областей в России. Они как православные еще. Они были, например, кто-то об behavi Popov. Я, знаете, вот в первый день я вам рассказал, что в 2003 году я получил откровение, что он есть в воскресенье жизни. В 2003? В первый день рассказывал. А в воскресенье мальчика? Если бы я этого не видел, и сам бы не потрогал бы того мальчика, и не видел того чудо, я не знаю, я думаю, может, ряшу снял бы и оно мне надо как бы. Но он совершает чудеса, и сегодня он совершит чудо воскрешения, когда уже дальше никакой надежды нет. Но он совершает чудеса воскресенье, где, если нет успеха, он приходит и делает это. И там будет огромное воскресенье, огромное воскресенье, огромное воскресенье. Вы просто говорите, что вас там заказывали. У меня родился такой вопрос. Да. Просто бандиты на постсоветском пространстве в основном приходят в православные церкви, всегда в тюрьмах. Такие бандиты, беспредельщики приходят всегда в православную церковь. Ну да. Наши бандиты очень религиозные. Наши бандиты очень религиозные. И не получается так, что бандиты имеют больше влияния на церковь, чем церковь должна была влиять на них, чтобы они стали лучше. Это то же самое, как, допустим, сейчас спорить, кто, допустим, на кого влияет, допустим, Путин на Патриарха Кирилла или Патриарх Кирилл на Путина. В принципе, это, ну, одно. Это одна система. Одна. Просто кто-то где-то больше сформал, кто-то меньше, кто-то больше убил, кто-то меньше. Но, в принципе, это все одна команда, одна система. Это одна, как бы, одна семья-мафия. Мафия. Семья. Одна мафия. Поэтому, значит, по-человечески сейчас невозможна реформация, но как раз я рассуждаю так, что то, что невозможно по-человечески, как раз именно здесь Бог и совершает. Ему вся слава достанется. Я абсолютно согласна. Я абсолютно согласна с тобой. И то же самое, как думать, кто-то должен сделать больше влияния Путин на Патриарх Кирилла, Попа Кирилл или Патриарх Кирилл на Путин. Но то же самое, что они университет. Они делают то же самое. Они вместе проведут много кристи и сождают много крови. Мафия. Так что, то есть, что... Попущенное Путин на Патриарх Кирилла сказала, а дальше замкнула. Когда уже не отдаётся надежда, то не отдаётся. Ага. А, то, что там будет финал, да. Красиво уже. Когда нет надежды... Из ваших вкус очень красиво прозвучало. Потому что я себя не услышал. Он из ваших вкус очень... Когда нет надежды, тогда что? Тогда... Когда нет надежды уже, и все мертво. А вот здесь как раз именно Бог совершает чудо. Ему вся слава. И если нет, что не может быть сделано, то есть в этой стороне. И Бог приходит и Он проживает чудеса. Так что вся благословка в Бога. Я говорю об этом открыто, публично. Потому что у меня другого варианта нет никакого. Я говорю об этом открыто, публично. Моё служение. Потому что я не имею никакого другого варианта. Это просто моя министра. Да. Я хотел спросить. Исходя из свидетельств, вы много свидетельств рассказываете о священниках. И я в принципе тоже знаю несколько ситуаций. Как тогда такие люди становятся священниками? Читают они вообще когда-либо Библию? Как их выбирают? Стоп, 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 перед подачей. Да. Милость, милость. Что батико-партийный? Ну да. Вы говорите все эти вещи о священниках. И это ужасно. И я также знаю некоторые исторические истории о священниках. Я просто спрашиваю. Как они смогут приобрести в таком авторитете и позиции? И я просто спрашиваю. А если они читают, они понимают, что они далеко от Библии. Ну, во-первых, вы рассуждаете чисто как протестант. Ну, во-первых, вы рассуждаете чисто как протестант. Ну, я знаю протестантов-бандитов, тоже знаю. Ну, конечно, да. С нашими бандитами не равняются, конечно. И, конечно, они не равны наши бандиты. И у протестантов есть аферисты. Но с нашими аферистами, конечно, никакие вороты. Аферисты. Ну, вот. Значит, понимаете ли... Скиммерс. Скиммерс. Но я напоминаю из аферистов, аферисты... Но это не разумеется с нашими спиммерсами. У вас спиммерсами очень тяжелее. И конные. И, как я сказала. Скорп-минтед. Аферисты. Это конмен. 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 Что же это? Ну что, дамы и господа, сейчас у меня перерыв сделается, кто прогонит. Спасибо. Спасибо. Спасибо.